У россиян исчезли же варианты сбережений. Что у нас остается? Недвижимость. У нас мобилизационная экономика не наступила. Мы вот этого боялись. Государство в отдельных секторах продемонстрировало чудеса. Это игра, на которой многие обожглись. Санкции создали огромный психологический барьер. Мы с огромным трудом, какими-то вот такими вот сложностями, делаем то, что кажется элементарным. Россия не может себе позволить долгое время функционировать с таким вот бременем. Мы идем просто по траектории СССР. То есть жизнь среднего россиянина за это время улучшилась. Вы просто не будете знать, кому позвонить. Я страшную вещь скажу. Когда у вас вот эта вынужденная концентрация, у вас все зациклено на Китай, это тоже риск, это тоже угроза. Вариантов на самом деле нет. Кто-то больше выиграл, кто-то больше проиграл. Но в общем и целом мы все проиграли. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, меня зовут Антон Жилнов, это Forbes Talk. И я рад приветствовать нашего сегодняшнего героя Олега Буклемешева, экономиста и директора Центра изучения экономической политики экономического факультета МГУ. Олег, здравствуйте, рады видеть. Здравствуйте. Да, мы почти полтора года назад встречались. Казалось бы, уже вроде бы немного, а так много всего прошло за это время. Спрос на разговор про экономику, на осмысление того, что происходит, понятно, по-прежнему высок. Я думаю, еще долго не упадет. Вы написали в Май-колонку о том, что наша экономика восстанавливается, несмотря на низкие нефтяные цены и на беспрецедентное эмбарго на золото. Золото не такой важный элемент этой картины, но да. Вот сейчас, конец ноября, какая ситуация по поводу того, что экономика восстанавливается? Экономика уже по общему признанию перешагнула через высшую точку своего развития в конце 2021 года. И мы уже знаем, что в цифрах, по крайней мере, я хочу подчеркнуть, что в цифрах мы действительно выросли по сравнению с вот этим самым докризисным периодом. Что касается качества того, где мы находимся, что касается процесса, происходящего в экономике, то мне кажется, что картинка тут совершенно другая. И более того, та ситуация неопределенности, в которой мы находимся последние два года, она, в общем, никуда не делась. И более того, эта неопределенность, как мне представляется, продолжает нарастать. И мы видим все больше факторов. Ну, такие вот маленькие, может быть, новостные сигнальчики. То не хватает оборудования для нефтепереработки, которое сложно завести по параллельному импорту. То что-то с авиадвигателями тоже в части замены. То есть, вот постоянно, то танкеры начинают, сейчас вот пошли информационные сообщения, что используемый Россией так называемый теневой танкерный флот, он оказался тоже под колпаком у американских регуляторов, и они начали точечно охотиться за этими самыми танкерами. То есть, вроде бы, действительно, сохраняется внешняя ситуация нормальности, и более того, есть какие-то успехи, но внутреннее напряжение этой ситуации по-прежнему довольно высоко, и это, я бы сказал, основной нерв текущего момента, а не вот те цифры, которые мы видим в статистике. Вот экономика выживала и сопротивлялась благодаря во многом сверхдоходам от энергоносителей. Не только сверхдоходам от энергоносителей. Я бы сказал, что в данном случае сверхдоходы сыграли роль подушки, но это был в основном прошлый год. А сейчас? А сейчас, да, тоже продолжают играть. В принципе, были неплохие доходы. Вообще, этот год намного хуже предыдущего с точки зрения экспортных доходов. Тем не менее, это вполне средний год по меркам последнего, скажем, десятилетия, с точки зрения притока ресурсов в российскую экономику. То есть, вот катастрофа никакой ни с объемом экспорта, ни с ценами, как мы хорошо знаем, не происходит. Так что факторы такой устойчивости и сопротивляемости российской экономики, они, по всей видимости, в другом. Они, на мой взгляд, в первую очередь связаны с поведением частного сектора, с тем, как частный сектор умеет в России приспосабливаться, так как он смог действительно реализовать свои возможности, шансы и перегруппироваться фантастическим образом. То есть, благодаря этому выживаемости состоялось? Не благодаря нефти и... Нет, нефть, конечно, помогла. Я же не скажу, что нефть помешала. Но вот этот фактор сопротивляемости обычных компаний и государство тоже. Государство в отдельных секторах продемонстрировало тоже чудеса. Выживаемость и то, что прогнозировали многие эксперты, ну, не секрет, да, что мы входили в 23-й год совершенно даже... И уже не в 22-й год, а в 23-й. Многие говорили, что год будет плохой, что нас ждет минус. Вот сегодня уже год близко к концу, и мы видим, что это плюс, это важный показатель, который... 1,7%. Ну, кто-то говорит, что больше двух, но еще раз говорю, здесь важно смотреть не в числа, потому что в числах мы действительно более-менее выходим на поверхность. А вот что касается качества вот этих чисел, я бы на него взглянул по пристали. Про качество поговорим обязательно. Я хотел уточнить, что вы называете частным сектором, который тоже второй драйвер, чтобы экономика не сдалась. Частный сектор – это вот та рыночная экономика, те компании, маленькие, средние, где-то даже большие, которые продолжают реагировать на цены, продолжают изобретать пути обеспечения своего финансового результата. Они же не ставят перед собой цель победить санкции, у них нет такой. Они продолжают выживать с точки зрения своего коммерческого результата. То есть они хотят оставаться прибыльными, они хотят продолжать производство. И для многих, я вот смотрю и на предпринимателей, и на менеджеров, для многих это такое дело чести своего рода, чтобы их компания продолжала работать, чтобы их компания продолжала приносить прибыль. И для этого делаются самые разные вещи. Это действительно поиск новых путей производства, поиск новых партнеров, новой логистики. И значительная часть российской экономики, ну, мне кажется, из этой предряги выйдет, ну, если не сильнее, то, по крайней мере, гораздо изощренней и готовой к новым, и если не свершениям, то сложностям. Ваша коллега, и человек, которого очень любит наша аудитория, Наталья Васильевна Забаревич, говорила, я недавно смотрел ее интервью, о том, что произошла, так называемая, смещенная экономика в России, которая тоже такой драйвер того, что происходит, почему все не сдулось, что она называется смещенной экономикой, когда из крупных городов произошел экономический рост в регионах, которые раньше были депрессивными, благодаря ВПК. Там есть заводы, производится много военной промышленности. ВПК и цепочки, которые за ним тянут. ВПК и цепочки, смежники так называемые. И благодаря тому, что туда идут вливания, эти регионы ожили, и там сейчас экономический рост региональный. Это действительно существенный драйвер экономического развития или нет? Как вы считаете? Это драйвер развития конкретных территорий, безусловно. Это драйвер развития конкретных предприятий. Но драйвер ли это развития экономики страны в целом, я бы здесь поставил большой вопросительный знак. Ну, поскольку мы же Советский Союз очень хорошо помним, в котором была большая доля военно-промышленного комплекса, и это большая доля действительно тех самых регионов, которые через какое-то время стали убыточными, упадочными, ровно потому, что там был сосредоточен огромный массив предприятий, мощностей, рабочей силы, вот того самого военно-промышленного комплекса, который внезапно стал не нужен, который не мог производить ни прежних объемов, ни прежних, скажем так, финансовых результатов. И раз это произошло, то эти регионы действительно упали. Те, кто не нашел новой специализации, нового места в рыночной экономике, они действительно превратились из разряда процветающих в такой, переместили в другую совершенно зону, зону неблагополучия, где-то депрессии. И мы знаем, конечно, что многие негативные характеристики, которые даются периоду с 90-х годов, начиная, они связаны в основном с вот этим вот индустриальным упадком. А в чем заключается этот упадок? Этот упадок же заключается не только в том, что была утеряна управляемость, перестали производить что-то великое, хорошее, это во многом было связано с тем, что, как выяснилось, вот этого огромного военного производства не нужно, что без него можно спокойно жить, и мы без него 30 лет, я бы сказал, спокойно жили. И теперь снова возвращаемся туда. Опять же... То есть это 80-е такие? Это 80-е. Ну, война в Афганистане, это 79-й год. В принципе, вот рассвет советского ВПК, это, вот я бы сказал, наверное, середина 70-х, начало 80-х. Потому что потом начинаются серьезные экономические трудности, и уже тогда ВПК начинает приходить вот такой относительный упадок. Ну, вот у меня есть такой интересный казус. Одна хорошая знакомая сказала так, что город Ижевск последний раз чувствовал себя так хорошо, когда назывался Устиновым. Да, вот Устинов, это же министр обороны и человек, который, Советского Союза, человек, который олицетворял собой во многом военно-промышленный комплекс. Вот действительно мы вернулись в каком-то смысле в ту же самую географическую точку, мне не хочется сказать, но в точку смысловую в каком-то смысле да. Когда я разговариваю с экономистами и задаю им вопрос о будущем, прекрасно понимаю, прогнозы в сложившейся ситуации дело неблагодарное. Горизонт планирования неделя-две. Но и в этих условиях многие наши герои продолжают строить бизнес и находить креативные решения для увеличения прибыли. А чтобы сохранить уже нажитое и быть уверенным в будущем, есть простой и главный легальный способ. Инго Страх Эксклюзив предлагает индивидуальные условия страхования, исходя из ваших персональных потребностей, запросов семьи и бизнес-задач. Компания уже много лет не изменяет своему главному принципу «меньше слов, больше сервиса». Ваш персональный менеджер подберет индивидуальные условия по страховым продуктам и будет контактным лицом на всех этапах взаимодействия. В кратчайшие сроки вы получите персональное решение непосредственно под ваши цели и задачи. Например, забота о вашей коллекции авто. От легковых автомобилей, кабриолетов, внедорожников и лимузинов до раритетных исторических экземпляров. Есть решения для водного и авиатранспорта, страховая помощь в путешествиях и длительных перелетах. Будь вы владельцем собственного лайнера или пассажиром бизнес-класса. При страховании недвижимости вы защитите от непредвиденных ситуаций не только квартиру, дом или пентхаус, но и ценные для вас детали интерьера, произведения, искусства, украшения, абсолютно все, вплоть до ландшафтного дизайна вашего дома. В программу страхования жизни и здоровья со стопроцентной защитой капитала включен гарантированный доход и возврат всех накопленных взносов по окончании срока действия договора. Подробнее о премиальном сервисе IngoStrah Exclusive узнаете по ссылке в описании. Оставьте заявку уже сейчас и будьте уверены в своем будущем. Смотрите, говоря про качество, пусть и медленного, но роста российской экономики и роста в регионах, в чем главная проблема? Даже Зубаревич считает, что проблема в том, что нет предложения, то есть у людей повышаются зарплаты в среднем стране, но предложения нету. Людям просто некуда тратить деньги, которые у них вроде как есть, их печатают. Я не могу сказать, что у нас советский дефицит, когда действительно производилось катастрофически мало. У нас по-прежнему рыночная экономика. Если пищевая промышленность чувствует спрос, а кстати, это еще один немаловажный эффект, я думаю, что Наталья Васильевна про него тоже говорила, это эффект того, что когда деньги попадают от богатого к бедному, богатые же не могут потратить столько, вот они и на еду их в общем не тратят, у них есть определенный фиксированный бюджет, который они и так тратят на еду, на развлечения и так далее. Когда к ним попадают дополнительные деньги, деньги скорее всего откладываются в сбережения. Когда дополнительные деньги попадают к людям, которые не потребляли, которых вот этот потребительский спрос не насыщен, эти люди начинают тратить деньги. начинают тратить деньги на то, что вокруг них. Вот, и Зубаревич как раз указывала на то, что тратить не на что, грубо говоря. Я бы не сказал, что в макромасштабах тратить не на что, да, конечно, у нас вспышка импорта конца прошлого года все хорошо помнят, да, у нас же укрепился рубль, благодаря вот тем самым сверхдоходам от нефти и газа, а раз укрепился рубль, люди почувствовали, что у них в кармане лежит больше, чем вчера, да, абсолютно ничего для этого не делая, и соответственно произошел резкий скачок импорта. Несмотря на то, что вроде бы нарушены цепочки логистические, нарушены направления поставок, вот и люди стали тратить. И вот это увеличение импорта, конечно, сыграло свою тоже роль в ослаблении национальной валюты, которую мы видели. Да, людям хочется потреблять качественные продукты, людям хочется покупать качественную одежду, качественные автомобили где-то даже. И недостатка, вы считаете, пока в этом нет людей? В отдельных секторах недостатка автомобиля. Вот вам, пожалуйста, характерный пример сектора, в котором спрос совершенно четко не насыщается. И более того, последние действия, я имею в виду введение вот этого повышения утильсбора на автомобиль вообще переместило индивидуальное усилие или усилие малых бизнесов по завозу сюда каких-никаких автомобилей, по параллельным импорту или как-то еще. И это вот точка, когда человеку имеет смысл покупать автомобиль и доля населения, которое может себе позволить купить новый автомобиль с утильсбором и самое главное качество вот этих автомобилей. То есть, остались, по сути, на рынке параллельный импорт только самые дорогие. Дорогие модели для экстра-класса российского населения. И еще одна проблема, которую экономисты и тот же декан экономфака МГУ Александр Аузан отмечает, это то, что ипотека стала массовой, как никогда массовым явлением и в регионах, и в крупных городах. И что это пузырь, который может лопнуть и он этим опасен. Потому что люди несут сегодня свободные деньги, которые они отложили, вкладывают их в квартиры, берут ипотеки. Опасно ли это, как вы считаете? Это очень сложная, мне кажется, история, потому что тут сразу переплетено очень много факторов. Во-первых, это доходы населения в целом и то расслоение, которое у нас в России существует. Конечно, хорошо, когда люди за собственные деньги с приложением той самой ипотеки могут себе позволить улучшить жилищные условия и в стране миллионы людей, десятки миллионов людей, которые хотят улучшить жилищные условия. Вопрос только в том, сколько людей могут себе это реалистично позволить. И та поддержка, которая оказывалась через материнский капитал, через льготную ипотеку, это сотни миллиардов рублей бюджетных, которые заливаются в эту систему ежегодно. Вот это все приходится на относительно маленький спектр людей. Сверхбогатым это не нужно. Высший, среднекласс, наверное, тоже решил свои проблемы. Это такой очень небольшой сегмент населения, который с помощью, действительно, опираясь на свои собственные доходы, с помощью государственной поддержки может улучшить жилищные условия. И мы не можем качественно, количественно расширить строительство, потому что мы же видим, что еще и уменьшается площадь отдельной квартиры. Год за годом производятся все более мелкие клетушки. Это еще один показатель того, что население России преобладающей в смысле бедное. Ему нужен экономический рост, ему нужны доходы для того, чтобы расширять платежеспособный спрос на жилье. А он пока, мне кажется, съеживается. И льготная ипотека это такой самообман в значительной степени. Да, строятся кварталы, люди эти покупают и государство субсидирует процентную ставку высокую для того, чтобы люди это все могли позволить. Что будет дальше? Что будет дальше с этими доходами? Людей, которые взяли сегодня ипотеку, не придется ли им с этим делом расставаться? Есть второй аспект, о котором говорят, но на мой взгляд достаточно редко. Это аспект, связанный с тем, что у россиян исчезли варианты сбережений во многом. Смотрите, что у нас было раньше? У нас был наличный доллар, у нас был доллар в виде банковского вклада, у нас были депозиты рублевые, у нас были разные инструменты рыночные и вот недвижимость. На сегодня мы можем смело выкинуть депозиты в иностранной валюте, поскольку российские банки их больше почти не предлагают, если предлагают, то по невыгодным условиям. мы можем более скептически смотреть на иностранную валюту в наличной форме, потому что 9% инфляции, извините, пожалуйста, когда было 9% инфляции потом. Человек, который держит в кармане такую купюру, он должен хорошо осознавать, что за 2022 год, например, 100 долларов купюра стала 91 долларов купюрой. Это надо четко понимать с точки зрения покупательной способности. Да, к рублю эти люди выиграли и выиграли довольно хорошо. Но сохранение покупательной способности денег в долларах наличных представляется таким тоже не очень хорошим вариантом. С акциями и облигациями я как член СОЭТа директоров ассоциации, независимый член СОЭТа директоров ассоциации участников фонда рынка, мне больно за то, что происходит на отечественном фондовом рынке. Действительно, тот спад, который имел место, мы сначала втянули людей в этот рынок, заинтересовали их условиями предложения, и сейчас рынок начинает потихонечку отползать, отходить от прошлогоднего спада, но на этом рынке остались те самые физические лица, которые торгуют друг с другом. И время от времени на этот рынок выходит и дает этим физическим лицам какой-то инструмент. Этот инструмент может быть более-менее прибыльным, эффективным для вложений, но все равно это игра, на которой многие обожглись. И раз так, что у нас остается? Недвижимость. Я знаю людей, которые из регионов специально покупают квартиры, допустим, в Новой Москве, называют свои пенсии. Это тоже такой способ сбережений. Я думаю, что немалая часть этого рынка представляет собой именно инвестиционную составляющую людей, которые решили сдавать, может быть, продать когда-то через... И пузырь это или не пузырь судить сложно, потому что очень сложно сориентироваться, насколько велик этот сегмент. Ну и есть еще один немаловажный момент. Мы все знаем, что в России большая часть, наверное, в последнее время прироста ввода жилья обеспечивается частным жилищным строительством. То есть люди вводят жилье сами. По сути, это тоже сберегательный процесс. То есть они не только улучшают все жилищные условия, они смотрят, вполне возможно, смотрят на это как на такую бытовую правильную инвестицию. И с этой точки зрения то, что происходит на рынке недвижимости, это такое очень сложное сочетание разных обстоятельств, переплетающихся трендов. Но это еще одна картинка, что тревожность какая-то присутствует. Я вас хотел спросить про качество вот этого роста российской экономики, качество, к которому есть вопросы, как вы сами сказали, что мы наблюдаем рост, по цифрам все не так плохо, как казалось еще год назад, будет, но есть много таких сложных точек, критичных. Вот для вас что является самым сложным в сегодняшней экономике, несмотря на вроде как позитивные циклы? уже отмеченный нами аспект нарастания нерыночной доли российской экономики, нерыночный итог в смысле производимой продукции, но и в смысле поведения, потому что отрасль, ориентированная на государственный спрос, ведут себя иначе, нежели отрасли, которые живут в рынке и ориентируются на рынок. Я глубоко убежден, и это возможно советская память, что Россия не может себе позволить долгое время функционировать с таким вот бременем, с таким камнем, висящим на шее в виде военно-промышленного комплекса огромных масштабов. Вот это мы себе просто позволить не можем, если мы хотим улучшать жизнь людей, потому что экономика это же не вот та цифра, которая записана в ВВП, это рост реальных доходов, то есть увеличивается ли объем товаров, услуг, благ, которые люди могут приобрести на те деньги, которые принесли из... И это снижается. Знаете, есть волшебный тринадцатый год, я это называю, вот коммунисты очень любили сравнивать свои достижения с 1913 годом, с годом максимального расцвета Российской империи. Сейчас у нас появился новый тринадцатый год, 2013, когда тоже был достигнут некий пик развития, в первую очередь с точки зрения доходов населения, то есть если мы сейчас сравниваем, ну, год назад мы отставали от тринадцатого года примерно на 8% пунктов. То есть мы были десятилетия, по сути, прожили с падающими или стагнирующими реальными доходами населения. То есть жизнь среднего россиянина за это время не улучшилась. И даже если мы увидим хорошие цифры экономического роста и даже подъема доходов в этом году, мы лишь чуть-чуть отыграем то, что мы проиграли в предыдущие годы. И она не осталась такой, как в тринадцатом. Она улучшилась. Мы пока не вышли по уровню реальных доходов, мы пока еще не выйдем в этом году на уровень тринадцатого года. И главная причина этого... Это как раз, мне кажется, есть свидетельство той точки, к которой мы попали. С четырнадцатого года, по данным СИПРИ, Института проблем мира в Стокгольме, Россия опережает другие ведущие державы по доле оборонных расходов в валовом продукте. Мне кажется, это не случайное совпадение. Тринадцатый год и четырнадцатый год я думаю, что это так. И самое главное, что меня беспокоит, а каким образом потом это опять отматывать назад? Я сказал в самом начале, нету у нас такой мощности, чтобы содержать столь большое хозяйство, которое действительно не формирует рыночного предложения, которое формирует предложение для определенных целей. И это вопрос, который стратегически крайне важен. Зачем будет работать российская экономика, на что она будет расходовать? Материальные, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, в конце концов. Мы идем просто по траектории СССР только. С повторением ее, с меньшими объемами, с другими. Конечно, у нас рыночная экономика продолжает существовать и работать, но вот этот сегмент меня, пожалуй, беспокоит. больше всего. Если вы приводите аналогию с СССР, то это конструкция неустойчивая, нынешняя экономическая. Безусловно. Понимаете, а самое главное, что... Она главным образом, Олег, неустойчива почему? Потому что это ОПК, это главный... Я бы сказал, что не только ОПК, это целый комплекс, не только связанный с производством. Это еще и оборонный комплекс, это армия действующая, с ее численностью, с ее оплатой и так далее. И забрать же ресурсы вот у этих стейкхолдеров будет очень-очень сложно. Потом, даже если, допустим, мы видим облегчение и смягчение нынешней ситуации, вот каким образом отъесть вот эти ресурсы назад, забрать их в продуктивное мирное русло? Вот это с моей точки зрения. С стейкхолдерами вы кого? Военных? Я имею в виду военных и военно-промышленный комплекс. Это вот ровно то же самое, что и в Советском Союзе. Советский Союз просто сначала вошел в экономический кризис и понял, что он был понятно, что поддерживать вот эту машину было невозможно. И он съежился как бы сам с собой. То есть иными словами сжатие обратное после расширения уже десятилетнего расширения этой системы будет крайне сложной. и экономической, и политической задачей. В какой перспективе временной это должно происходить? Не могу вам сказать. Такие расчеты будут совсем уже вилами по воде. но в любом случае при таком надрыве инвестиций военно-промышленный комплекс вы считаете, что долго на этом не проплыли? Россия же большая страна с богатой ресурсами разными. Но мы же живем в мире не абсолютных величин, в мире не абсолютных процессов относительно. Будем отставать. раз мы будем отставать экономически, мы отставать и в военной области тоже. Для этого нужно будет сверхресурсов для того, чтобы сделать то же самое, что делают другие. и это такой замкнутый круг. Либо вы развиваетесь творчески и обеспечиваете экономический рост, обеспечиваете человеческое развитие, кстати, что тоже очень важно. Ведь пирог-то он маленький, вроде бы страна богатая, а пирог бюджет, он маленький. Каждый год приходится резать. И то, за счет кого он режется, ну давайте отдавать себе в этом отчет. Он режется за счет других сфер жизней, в том числе тех, которые я сейчас назвал. И это такой замкнутый круг, который должен схлопываться. Я не хочу сказать, что это перспектива ближайших лет, но это неизбежная вещь, если не будет принято каких-то инок стратегических решений, но пока они не просматриваются. Кто больше всего страдает от этой ситуации сегодня? Это пенсионеры или это я так понимаю частный бизнес нет? Как раз он наоборот? Ну нет, есть очень разные частные бизнесы, все частные бизнесы и не частные бизнесы, все страдают. Это тоже надо хорошо понимать, что если вас взяли из одной точки, переместили в другую, и в той точке, в которой вас переместили, а мы санкции и ограничения всевозможные, с которыми приходится сталкиваться, и вот эта гнетущая неопределенность нас переместили всех в точку, которая вообще хуже, чем та точка, в которой мы находились, экономически хуже, несомненно, нету никаких сомнений, кто-то может быть выиграл, выиграли например те, кто увидел освободившиеся ниши с уходом импорта. Да, вот, рынок расчистился неожиданно, можно производить, можно замещать, и это, кстати, тоже один из источников экономического роста, что многие наши гиганты неожиданно для себя обнаружили, что не только привычные им большие зарубежные поставщики способны что-то делать, но и маленькие такие вот небольшие компании, которые вполне себе здесь, тоже способны создавать конкурентоспособное изделие, и замещать то, что не могут сегодня или не хотят поставлять крупные зарубежные компании. Ну, это же привычно, удобно, да, у тебя сервис, у тебя и акционеры спрашивать не будут, что ты такое купил, да, если ты покупаешь там марку, хорошую зарубежную марку. Сегодня вот такой вынужденный переход в другую реальность дал определенным секторам российского бизнеса выигрыш. но в общем и целом вся страна конечно проиграла, не вызывает никаких сомнений. И вот находясь в этой новой точке, мы конечно все вместе кто-то больше выиграл, кто-то больше проиграл, но в общем и целом мы все проиграли. Если говорить о проигравших, отвечать на этот ваш вопрос, то я думаю, что проиграли в первую очередь зоны, где которые зависели от зарубежных инвестиций, рабочие места, автозаводы, я не знаю, что происходит в регионах произрастания автопрома российского. Авиа, наверное. Авиа, не знаю, может быть, туда потекли государственные деньги, и то, что нам сейчас говорят, что мы через энное количество лет заместим все отечественными самолетами, это значит, что туда идут инвестиции, это значит, что государство там может и рабочие места обеспечить, и капиталовложения, и, наверное, технологии какие-то, а вот с автопромом это совершенно не так, это такой довольно большой сегмент, причем современный сегмент российской экономики, который производил очень конкурентоспособную продукцию, вот этот сегмент сегодня выпал, это означает, что вот эти работники, десятки тысяч работников автозаводов, других зарубежных предприятий, они, наверное, почувствовали себя не очень хорошо, я подозреваю, и регионы, в которых предприятия располагались, разумеется, тоже. Вот это один из примеров, но думаю, что есть и другие сегменты, они, наверное, не так видны, как вот эти истории успеха с регионами произрастания ВПК, где другая сегодня продукция, куда потекли деньги, люди же тоже приспосабливаются, люди тоже живут в рыночной экономике, и ваш вопрос про то, как людям стало лучше, да, вы говорили, что повышение зарплат, нет, зарплаты, по свидетельству там отдельных экспертов, да, выросли в военно-промышленном комплексе, но это обнулило рынок труда, остальные тоже должны повышать зарплату, особенно частный сектор, это уменьшает рентабельность, заставляет искать кадры по всей стране, я подслышал, что даже у нефтяников порой труд становится дефицитным, ну смотрите, человек, не экономист, смотря за ситуацией, скажет, что, ну как, все хорошо, в регионах, депрессивные регионы, стали люди работать, нет безработицы, безработицы, по-моему, там 2,3 или около 3%, ну хорошо, неважно, ее нет, да, зададут вопрос вам, чем плохо, как вы ответите? Ну, я отвечу той цифрой, которую я уже проводил, рост реальных доходов населения, который в этом году мы, наверное, увидим, но надо понимать, что создаваемый доход, с одной стороны, и предложение рыночное, они могут друг другу не соответствовать очень остро, и в нынешней ситуации то есть у человека есть деньги, но он не может получить, нет, пока он может, но он конкурирует на этих рынках с другими деньгами людей, получивших тоже повышенный доход, и это приводит как раз к очень неприятным инфляционным процессам, о которых так любит и правильно говорит центральный банк, что сегодня предложение съежилось, а доходы остаются, рыночные предложения, конечно, а доходы остаются прежними или растут, это означает, что тот объем благ, который продается на рынке, он, естественно, должен дорожать, начинается вот эта борьба за цены, когда друг друга выжимают, что цены повышать нехорошо, плохо, что ползут потихоньку, бороться с рыночной экономикой достаточно сложно, если вы будете фиксировать цены, но будет ухудшаться качество, будет уменьшаться объем упаковок, как это у нас делается, невозможно, это то, что не видно ни в статистике, это такая вот бытовая оптика, и люди, я думаю, что тоже обращают на это внимание, упаковки 390 грамм, 245, это тоже такая... То есть, качество жизни, можно прямо сказать, оно падает, через вот эти детали, через снижение качества. Качество жизни падает, хотя бы уже потому, что люди, вот вы опять находились в одной точке, с точки зрения удовлетворения ваших потребностей. Сегодня мы находимся в другой точке, где мы можем удовлетворять потребности, но заведомо часть этих потребностей удовлетворена быть не может, просто заведомо. Да, вот люди привыкли проводить там отпуски, я не знаю, на итальянском курорте. Небольшое количество людей себе это могут позволить, но сегодня еще меньшее количество этих людей схлопнулось. Схлопнулось количество людей, которые могут себе позволить вообще действительно какие-то просто потому, что выросли авиабилеты, потому, что выросла, упал курс рубля, и это все сегодня для многих просто недостижимо, а многие как-то и не хотят, наверное, ехать без карточек, без многих удобств, к которым они привыкли. Плюс автомобили, либо покупаете автоваз, либо китайский автомобиль, либо дорогущую машину, которую имеет смысл еще пока завозить по параллельным местам. И которая стала стоить как квартира. Да, которая стала стоить и как квартира, а потом пойдите ее обслужить, потому что это тоже запчасти и т.д. и электронные системы, которые то работают, то не работают. И это, естественно, ухудшает качество жизни, даже если это в цифрах не видно. То, что Узан называет инфляционной спиралью, ну, помету я в 90-х, когда доходы растут, зарплаты растут, ну, и цены растут с такой быстротой, что ты не успеваешь эту свою новую зарплату ни во что конвертировать. Вы верите в то, что инфляционная вот такая спираль, она снова может вернуться и она опасна в мобиль 90-х годах? Не верю, да. В 90-е годы все это было совершенно по-другому. В 90-е годы огромный дефицит бюджета, неумение правительства собирать налоги и вот это дефицит бюджета, который, по сути, эмиссионным образом финансируется. На сегодняшний день, ну, слава богу, позывов того, что это повторится, я не вижу. Пока вот мы воздерживаемся от эмиссионной накачки экономики, от того, чтобы дефицит бюджета покрывался за счет ресурсов Центрального банка. Вот этого нет. Это был основной все-таки источник проблем 90-х годов, это вот несбалансированность экономической политики. Сегодня все очень по-другому, это другая по природе своя инфляция, она гораздо более умеренная, но от этого он не становится менее опасным, мне кажется, потому что привыкание к экономике, даже вот к этим высоким процентным ставкам, которые неизбежно нужны для того, чтобы сдерживать инфляцию, это тоже перемещает нас немножко в другую зону, где другие инвестиции, которые инвестиции гораздо меньше, инвестиции, которые делают только те, кто может себе это позволить. То есть, госкомпании, зависящие от бюджета, независящие от рыночного кредита, компания с супер рентабельностью, то есть, экспортеры и кто-то, работающих на премиальных рынках. То есть, это, опять же, меняет структуру экономики и вот эту экономическую картинку. Очень важно сегодня смотреть на структурные вещи. И главное, поправьте, если не так, нет ощущения развития. Все очень неравномерно, я, опять же, уже привел, мне кажется, несколько примеров того, как заполняются рыночные ниши, как предприятия оказываются неожиданно востребованными, их продукция оказывается востребованная, инвестиции, которые идут, чтобы эти ниши занимать. И я напоминаю, мы натолкнулись на острый дефицит кадров, дефицит рабочей силы. И понятно, что кадром взяться теперь и вот этому рабочей силе взяться неоткуда. Падение рубля еще и нас, мигрантов, лишает. А раз у вас дефицит рабочей силы, вам ничего не остается, как инвестировать в трудосберегающие технологии. Вам нужно создавать автоматические комплексы, вам нужно труд каким-то образом перегруппировать, чтобы делать то же самое с точки зрения производительности труда за счет меньшего количества людей и так далее. Это вот процесс, который люди будут это такое принуждение к инвестициям. Рыночное принуждение к инвестициям, раз нет экстенсивной возможности развиваться за счет труда, приходится прикладывать капитал. А если этот капитал дорогой с точки зрения процентной ставки или других способов поднять его на рынке, то, соответственно, и развития не будет. Это правда. Если говорить глобально, как вам кажется экономически, мы куда сегодня движемся? Какова цель? Это пока борьба за выживание или есть какое-то понимание? Ну, я не знаю, мне сложно судить. У каждого экономического субъекта есть своя цель. Люди хотят жить лучше. Для этого они учатся, работают, меняют работу, что-то делают, что-то изобретают, что-то предпринимают, в конце концов. Есть предприятия, которые ведут себя, как я описал, и есть государственный интерес. Государство сейчас, как мне кажется, достаточно четко сформулировало приоритет. Приоритет назвал министр финансов Силуанов, выступая в Совете Федерации. Он сказал, все для фронта, все для победы. Соответственно, вот она экономическая цель, если можно так выразиться. Ну, то есть, опять не рост доходов населения. Все говорят о росте доходов населения, о социальной поддержке. Я в недостатке слов не хочу никого упрекнуть. Говорится довольно много, но если вы посмотрите на бюджетные пропорции, на вот этот тот же показатель реальных доходов, куда он приходится, куда он ложится, опять же, что происходит с расслоением. Может быть, расслоение сейчас в России даже и улучшается. Но, понимаете, еще раз, человек, который сегодня смотрит на вот эти очаги сравнительного благополучия, не может не отдавать себе отчет, что очаги сравнительного благополучия могут оказаться неустойчивы во времени. Вот устойчивость вам точно никто не гарантировал. Вы тоже писали в мае, хотя возможности правительства свести концы с концами в текущем финансовом году не вызывают особых опасений, дальнейший ход событий выглядит уже не столь радужно. почему? То есть вы очевидно заглядывая в 24-й год сейчас мы уже можем строить какой-то прогноз на 24-й год почему? Как вам кажется? Ну и 24-й мне кажется мы проходим легко. У правительства довольно много резервов на сегодняшний момент. Это и пресловутый фонд национального благосостояния и резервы и остатки которые болтаются на казначейских счетах и постоянно гоняются по контуру. в общем это изрядные суммы 6 триллионов в сегодняшний момент этих остатков. Резервы есть. Второе на что тоже мы обязаны указывать и мы это видим что произошло с бюджетом этого года. Действительно первая половина года выглядела так тревожненько. Расходы опережали доходы сильно да рост дефицит но потом зажали достаточно сильно расходы летний период был очень консервативным с точки зрения расходов бюджета я честно говоря не ожидал что будет настолько консервативная политика и там потихонечку потихонечку с помощью ослабления рубля и с помощью повышенной инфляции которая играет на более длительных горизонтах оказалось что вот дефицит уже и нет что мы вылезли в профицит и дополнительные усилия по подъему доходов в том числе за счет тех же налога так называемых на сферу дохода вот они принесли результат правительство наполнило доходную базу снаружи все тоже выглядит не так катастрофично как описывали архитекторы санкций и все вот мы в конце года ждем хорошего исполнения бюджета дефицита меньше чем ожидалось и так далее и 24 год ну если что ну отпустится еще рубль ну будет повыше инфляция чем запланировано все регулируется да а если этого не хватит ну есть резервы в конце концов то есть с точки зрения сбалансированности текущей никакой проблемы нет больше вещи выходящие за рамки вот такого планового горизонта должны беспокоить сейчас людей которые думают вперед в чем вы ошиблись когда прогнозировали предвидели экономическую ситуацию когда мы с вами еще встречались у вас тоже я помню были гораздо более апокалиптичные прогнозы эмоционально это как и многие другие экономисты в данном случае я конечно не не отличаюсь от большинства своих собратьев у меня были достаточно пессимистические сейчас вы увереннее сейчас я ну не то чтобы я уверен но как ситуация меняется я меняюсь вместе с ней я меняю свое отношение к ней да безусловно оказалось что российская экономика более сопротивляемая оказалось что санкции работают не так как ну по крайней мере на данном горизонте работают не так как рассчитывали те кто их придумал оказалось что государство способно вести себя более-менее адекватно ну по крайней мере в зоне регулирования у нас мобилизационная экономика не наступила давайте мы вот этого боялись что если вся экономика перейдет на военный рельс и будет по приказу функционировать тогда конечно мы бы жили в другой стране в сегодняшний момент нет у нас мобилизационная экономика по прежнему такие вот очень небольшие сегменты а рынок продолжает жить и рынок много чего может это наверное самый главный сюрприз в том числе и для пессимистов что российская экономика рыночная и что она может в этих условиях творить чудеса и вам кажется что она не перестанет быть рыночной уже вот спустя эти два года то есть хуже хочется в это верить я думаю что есть и противоположные тренды есть те кто хочет ее вот когда что-то не получается но вот хочется нажать на педаль я думаю что это объявление мобилизации это же по сути тоже вот когда вы труд начинаете перемещать не в соответствии с тем где он востребован вы вынимаете из экономики довольно большое количество людей перемещаете их в другую зону где они начинают получать хорошие доходы но при этом их трудовой вклад то где они раньше работали на рабочих местах и наверное производили что-то полезное делали вот у них эти люди перемещены силой вашей воли в другие совершенно условия и их экономический вклад естественно меняется вот как работает мобилизационная экономика а рыночная экономика работает иначе рыночная экономика это когда у вас есть цена есть дефицитный ресурс цена на него повышается и производитель дефицитного ресурса имеет стимулы увеличивать интенсивность своих при действующих санкциях которые снимать никто не собирается в какой-то ближайшей перспективе насколько эта рыночность экономики будет сохраняться как вам кажется ну да противодействие санкциям это во многом такой антирыночный антирыночный процесс ну вот да мы говорим рыночная экономика при этом страна обложена санкциями со всех сторон как тогда эта рыночность может жить в долгой перспективе ну как рыночность она живет даже тогда когда вы вроде бы этой рыночности не замечаете не хотите ее видеть даже запрещаете эту рыночность в Советском Союзе была очень хорошая ну не очень хорошая теневая рыночная экономика которая себе жила вполне естественно если вы зажимаете какие-то сегменты рыночной экономики то у вас будет ухудшаться ситуация с предложением чего бы то ни было но движущие силы российской экономики здоровые силы которые в ней функционируют они вот эту ситуацию всячески избегают не потому что не хотят ее сбежать потому что это их инстинкт продолжать производить прибыль продолжать быть на плаву конкурировать с теми кто их в такие условия поставился и продолжают даже обыгрывать тех кто оперирует в лучших условиях то есть я здесь скорее остаюсь оптимистом что вот рынок отсюда выгнать гораздо сложнее чем это было сто лет назад а когда все это закончится оно безусловно каким-то образом закончится как вам кажется насколько ситуация будет отматываться назад быстро или нет ну видно что уже во многих секторах это видно что многие зарубежные по крайней мере бизнесы они вот не терпятся вернуться на этот рынок но я думаю что все процессы будут носить очень инерционный характер я уже не говорю о том что многие санкционные меры они зашиты и в законодательство и в привычки и в логистику и вот если там вы выстроили огромную стену на границе вы эту стену завтра не разрушите она будет в головах по крайней мере оставаться и оставаться довольно долго и я все время говорю и вам полтора года назад говорил что международное сотрудничество это личный контакт в первую очередь сейчас мы разорвали очень много контактов не то что люди там не хотят друг с другом общаться многие продолжают друг другу доверять но вы просто не будете знать кому позвонить в какой-то момент для того чтобы восстановить ту связку которая у вас разрушилась причем вы вроде бы с двух сторон продолжаете сидеть но надо этот звонок сделать ситуация очень сильно изменилась и мы уехали далеко и там все уехало довольно далеко поэтому в этом смысле я остаюсь таким пессимистом не вижу что быстро всего вернется на круги своя даже с вот этими самыми авиаперелетами куда лететь вот как финансовые связи разрушены производственные связи разрушены логистические цепочки разрушены где-то там уже все перетащено в другие зоны для того чтобы это восстанавливать ну как минимум потребуется месяца то и год но месяц это это завтра месяц где-то ну как завтра вы же рассуждаете о ситуации глубоко гипотетической на текущий момент времени какая главная потеря от санкций как вам кажется вот сейчас уже спустя скоро уже почти два года как после начала главное отставание россии от ведущих экономик ну оно в том что мы с огромным трудом значительными усилиями какими-то вот такими сложностями делаем то что кажется элементарным берешь и импортируешь берешь и покупаешь да вот мы сейчас вот это то же самое делаем с огромным количеством издержек причем не только материальных издержек издержек психологических ответят политики о том что но не мы же разорвали эти цепочки да не мы разорвали эти цепочки но в общем то единодушие которое было проявлено проразрыве этих цепочек говорит о том что наверное не только западные страны в этом виноват то что произошло то реально произошло и к сожалению можно открыть там закрытые финские пропускные но этот психологический барьер я думаю что санкции это создали огромный психологический барьер мы жили же где-то со второй половины восьмидесятых годов в неком убеждении что мы не окруждены враждебностью и с той стороны тоже шло движение вперед есть такой термин мирный дивиденд когда государства перестали тратить на войну столько сколько они тратили в начале восьмидесятых и то что произошло и благодаря перестройке и благодаря распаду Советского Союза вот этот мирный дивиденд он немалую роль сыграл в процветании которое затем последовало в этих высоких темпах экономического роста опять же в технологических прорывах которые в эти моменты происходили не конец конечно истории наступил как мы уже теперь знаем но был невероятный прорыв а сейчас вот этот мирный дивиденд забирают назад вот его и обратно вот все забыли начали жить по-прежнему нет в головах теперь существует другой барьер и он непреодолим так легко как могут быть преодолены разные материальные обстоятельства вы видите этот барьер в головах у студентов которые сегодня учатся у вас пока не вижу студенты по-прежнему у них в головах нету поворота на восток они по-прежнему хотят ехать стажироваться в европейские университеты и несмотря там на то что стало сложнее и виз получать и дороже это все все равно они хотят ехать вот туда в первую очередь и возвращаются по-моему тоже вполне довольные с пониманием того что вот это то место где стоит быть где комфортно жить и так далее наверное но конечно же если повторять сто раз на дню что вот ситуация такая нас там не ждут нас убежают мы хорошие но весь мир этого не понимают то рано или поздно это конечно начинает играть для самых изощренных умов люди начинают в это верить а дальше ну как это если ты во что-то веришь оно само собой реализуется рано или поздно и вот это и есть такой вот психологический коридор путь никуда да но при этом вот именно никуда потому что в Китай я так понимаю тоже не получилось путь Китай нет с Китаем мне кажется связана другая немножко ловушка люди продолжают мыслить о Китае как ну там я не знаю в стране развивающейся в то время как Китай совершил колоссальные успехи за последние десятилетия и экономические и технологические и я страшную вещь скажу да во многих вещах он уже опережает Российскую Федерацию у нас же ну как вот такая детская психология да что прежние отношения и к Китаю и к Индии и там к другим развивающимся странам хотя убежден что нам и там и там есть чем поучиться в экономике в технологиях даже в высшем образовании кое-где и поэтому вот это отношение к Китаю и язык конечно проблема языка существует несомненно колоссальная это все еще барьер все еще барьеры и переключиться в Китай вот так надо Китая хорошо понимать его надо чувствовать я когда слушаю китаистов я понимаю что нам еще очень большой путь надо пройти чтобы лучше понимать Китая в массе своей потому что многие российские бизнесы после работы на западе не смогут мне кажется оперировать на столь же успешные столь же без психологических барьеров с китайским то есть и инвестиционно и ментально России будет довольно сложно повернуться туда ну вы знаете мы туда уже довольно сильно повернулись и это меня беспокоит тоже потому что например вот эта концентрация на одном китайском рынке на одних и тех же поставщиках ну те же юаня у нас же теперь нет других валют например в корзине центрального банка вот это все тоже создает огромный риск а мы можем сколь угодно много говорить о там стратегическом партнерстве но всякое стратегическое партнерство тоже должно опираться на диверсификацию на разнообразие подходов когда у вас вот эта вынужденная концентрация причем концентрация мощная да консолидированные и в спросе и в технологиях и в резервах валютных и во много чем еще у вас все зациклено на Китай это это тоже риск это тоже угроза и люди мне кажется не могут этого здравомышленные люди не могут этого не понимать последнее вас спрошу сегодня вы тогда говорили о том что вот остаетесь не хотите уезжать сегодня не пожалели о том что вы вы остались в России и не уехали какая у вас позиция сегодня сегодня позиция мне кажется такая вариантов на самом деле нету у большинства людей которые живут в России у меня тоже наверное не могу поверить что у вас нет вариантов нет я человек совсем уже не молодой не ранней молодости по крайней мере у меня сложился и социальный круг и привычки определенные материальные трудовые переключиться на другую жизнь я с собой этот вопрос много обсуждал переключиться на другую жизнь довольно сложно при всем при том что в России сегодня жить трудно но в конце концов живя в России наверное надо делать то что мы вот преподаватели работающие с молодежью со студентами обязаны делать продолжать объяснять правильные вещи подрастающему поколению и говорить что-то что мы можем до них донести в этих условиях это это наш долг если угодно я пытаюсь что-то писать я разговариваю с коллегами я разговариваю со студентами и вот это есть некий смысл существования как вам тогда удается надеюсь все будет тоже хорошо вам и вашим коллегам оставаться на плаву и быть свободными при том что мы видели что происходило в Шаненке в вышке высшей школе экономики да вот на протяжении всех этих двух последних лет но мы видели как образование тоже стало цензурироваться как вам удается в этом смысле сохранять трезвый ум и свободу я в данном случае конечно буду говорить не только о себе о многих своих коллегах люди все-таки живущие работающие в университетах да это люди определенного склада это люди которые сильно завязаны на вот это чувство общественности на традицию и как мне кажется если нет такого уж совсем выходящего за рамки давления вот примеры которого вы называли то в силах людей продолжать оставаться собой и в любых условиях делать то что должен спасибо спасибо вам большое спасибо